В прошлом занятии закончили четвертый стих Пятый стих озвучиваю, если я ошибаюсь, подскажите присутствующие Итак, первое послание апостола Павла Коринфянам, 4 глава, 5 стих Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, Который осветит скрытые во мраке и обнаружит сердечные намерения И тогда каждому будет похвала от Бога Не рассматривали этот стих на прошлом занятии? Нет Давай рассмотрим, не повредит Никто не помнит Повторение мать учения Толкование читайте, пожалуйста Да Теревок болгарский Видишь ли, что Павел, запрещая коринфянам судить других, вступается не за себя Он всегда переносит на свое лицо то, что касается других И в своем лице получает тому, чему намеревается научить Ныне, говорит, скрыты, дурные дела Они, разумеется, под выражением скрытые во мраке И человек нечестивый, разградный, часто кажется добродетельным Но тогда Бог откроет все Обнаружит и самые намерения сердечные Иной, например, превозносит здесь кого-либо похвалами Доброе дело, но его намерение может быть дурно Может быть, он хватит не с доброй целью Другой, напротив, обличает здесь кого-либо, но не с тем, чтобы исправить А с тем, чтобы обнаружить слабости ближнего Но все подобные намерения сердца тогда будут открыты Следовало бы сказать Или наказание, или похвала Но апостол обратил речь к лучшей стороне Вот таково толкование цикла к Болгарскому У кого есть мысли по этому стиху? По противному толкованию? Мы всегда должны помнить, что Слово Божие, оно живо и действенно И мы всегда должны эти слова рассмотреть в свете нашей жизни Как это в нашей жизни проявляется? В нашей жизни проявляется Да, брат? В нашу, возьмем православную церковь У нас уже давным-давно всех, кого надо осудили, всех, кого надо наградили У нас святые есть, которые уже в Царстве Небесном Это мы точно знаем И есть анафимствованные люди Которых уже прокляла церковь, так сказать Но мы-то знаем, что Христос-то не проклинает никого Вернее, он говорит о том, что проклинать не надо До тех пор, пока еще живы Потому что есть надежда Уж до чего там Вспомним библейский сюжет Монассия был Написано Залил Иерусалим кровью до края написано Как это понять? Непонятно до какого там Ну короче, убивал почем зря 52 года царствовал Монассия А теперь молитву Монассии читаем Мы из Нового Завета Книгу Откровения не читаем на богослужение Никогда Как вам это? А молитву Монассии читаем И поминаем О, какое покаяние было Однако о Монассии не очень хорошо отзывается И сам Христос Когда мы читаем Так что, Слово Божие Так что Опережение У нас самих уже идет Мы Действуем Не по разуму А по чувствам А нужно как раз ходить В вере А не в чувствовании А вот кто-то не понравился Типа Льва Толстого Ну давай анафемию уже Лев Толстой анафему поем Сарабляться еще дальше пошли Теперь все, кто До 1666 года Канонизированы Тех теперь давай анафеме Ну что такое? Это что, не суд уже? Ну, а суд-то двоякий? Или положительное решение? Или отрицательное? Это я говорю про отрицательное А про положительное Все святые Тоже уже Не моги, не коснись А теперь на святых навалили То, что они не говорили Как допустим На Серафима Саровского Спасешься ты И вокруг тебя спасутся тысячи У нас Как какой-то архипелаг ГУЛАГ Где эти острова Спасенных? Покажите мне их Где там этот один А вокруг тысячи А это там В глухих деревнях Построили дороги Провели телевизоры туда им Где эти глухие деревни? Все бабки у телевизоров С дедами Вместе Где они на молитве Там перед иконами? В каких местах глухих? Все уже Если кто и был То уже вымерли Да и советская власть Себе уже показала Ну и Господь там Иисус Христос Он говорит Что я не сужу Слово Мое будет судить В последний день То есть в последний день Предстоит суд настоящий Вот там будет настоящий суд И когда Если мы сподобимся Прийти в Царство Небесное Самое первое Самое первое ощущение Наше будет удивление О том что Мы о тех думали Которые Были Осуждены Которые Должны быть в аду А они будут В других местах Пребывать И наоборот Могут быть Да могут быть Может такое произойти И скорее так и будет Потому что Мы судим человека По его действиям Которые мы видим Здесь В этой жизни Вокруг нас Но мы не знаем Покаяние Которое Господь Видит Это покаяние Сердечное Его раскаяние Которое Он приносит В интимной Встрече С Богом Поэтому Не судите Прежде Времени Говорит Господь Посему не судите Никак Прежде Времени Пока Не придет Господь Который Осветит Скрытое Во мраке И обнаружит Сердечное Намерение И тогда Каждому Будет похвала От Бога Я еще хотел сказать Что такое отношение Церкви сегодняшней Истинной Церкви православной Истинной Церкви Единственной До конца Оно Оно Налагает Отпечаток На всю Сегодняшнюю Нашу жизнь И главное На проповедь Слова Божьего То есть Раз у нас Есть враги И есть Настоящие друзья Которые за нас Молятся Уже все То что теперь Только Нам делать Нам только Досидеть Бы Придерживаясь Этого И отрицая Этих Правильно И все А мы можем Просто пеньками Вот такими С глазами Туманными Просидеть До конца дня И вроде как Все хорошо Но мы же Этим Ублажаем А эти враги Наши Это сектанты Это безбожники Мы туда Как мы к ним пойдем Они же матерятся Они же Охраки плохие Да Христос Только об этом и говорил Кому пришел Врач то Ну вы здоровые Там фарисеи Мы здоровые Мы народ Божий Нас Бог Избрал А кто тогда Грешники Я то Среди иудеев А ты с ними Ешь Мытари Ну говорит Они впереди Вас идут В Царство Небесное Мытари Грешники То есть Эти слова В первую очередь Конечно Они на нас Падают Это раз А во второе Они должны Нас и разбудить Тогда Нашу совесть Чтобы мы не оставались Пеньками Чурками С глазами Продолжали жизнь Действительно Святых Да брат Можно там Сначала Стих Это четвертый Да По какому поводу Павел обращается К каринфянам Это надо четвертую Да По какому поводу Кого они там судят Или третья А четвертый Четвертый стих Да Они же судят Кого-то Что он Обращается К ним И по какому поводу Ты прочти Четвертый стих И хотя я Апостол Павел И хотя я ничего Не знаю За собою Но тем не оправду Судья же Мне Господь То есть Там ученики Начали судить У кого лучше Учитель И стали А меня-то тот Учил Аполлосов Аполлосов А апостол Павел Хочет как бы Их Примирить Вразумить Он говорит Я себя не сужу Судья мне Господь И дальше Он говорит Посудите Не судите Прежде времени Никак То есть Речь шла О превозношении Учеников Своими учителями Параллельные места К этому стиху 1 Иоанна 3.20 Ибо если сердце наше Осуждает нас То каме паче Бог Потому что Бог Больше сердца нашего И знает все 2 Коринфянам 5 Глава 10 стих Ибо всем нам Должно явиться Предсудилище Христова Чтобы каждому Получить соответственно Тому что он делал Живя в теле Доброе или худое В сегодняшней проповеди Слово Это Евсевия Цитировала Этот стих Иова 25 Глава 4 стих И как человеку Быть правым Пред Богом И как быть чистым Рожденному женщину То есть Пред Богом То все мы Грешны И только Господь Может нас Милостью своей Избрать До спасения Ну а сегодня Продолжая мысль О том Брата о том Что мы не должны Сидеть и ждать Пеньками И сегодняшняя проповедь Прочитанная братом Иоанна Златоустова Говорит о том Что наше Избрание И наше спасение Зависит не только От Бога Прежде всего От Него конечно Но и от нашего Произволения От наших действий Которые Господь от нас Не отнимает Потому что Воля Наша Она свободная Мы в праве Выбрать Спасение Или не спасение То действие Или другое действие Действие которое Нас перейдет Ко спасению Царствие Небесное Либо противоположное Противоположную сторону И Псалом 142 Второй стих И не входи в суд С рабом твоим Потому что Не оправдается Пред тобой Ни один из живущих О суде Божьем Говорится Как братья Прошу Прощение Это все дальше Это к четвертому стиху Были параллельные места Но они в принципе В тему что называется А к пятому стиху Стиху Еще вот Екклесиаста 111 Глава 9 стих Веселись юноша В юности твоей И да Вкушает сердце твоей Радости В одни юности твоей И не ходи По путям Сердца твоего И поведения Очей твоих И ходи По путям Сердца твоего И поведения Очей твоих Только знай Что за все это Бог придет Тебя на суд Это вот хотелось бы Слова эти Прочитать Прежде всего К молодым Которые ушли И не присутствуют На занятиях Да Вот не отнимает Господь воли У тебя Свободной твоей воли Ходи по путям Которые Влекут тебя В мир Но знай Что Господь Тебя приведет На суд Ну тут это все Касается Ну в первую очередь Молодых А старые Еще хлещи Было Да Вот нам Наоборот Надо быстрее Куда прошли Я еще не А ты еще побегаешь Еще Экклесиаста 12 глава 4 стих Ибо всякое дело Бог придет на суд И все Тайное Хорошо ли оно Или худо Евреям 4 глава 13 стих И нет твари сокровенной От него От Бога Но все Обнажено и открыто Пред очами его Ему дадим отчет И вот Иакова 4 глава 11 стих Не злословьте Друг друга Братья Кто злословит Брата Или судит Брата своего Кто злословит Закон И судит Закон А если ты Судишь закон То ты Не исполнитель Закона Но судья А мы должны Быть исполнителями Закона Я бы еще хотел К этим стихам Добавить Что когда Господь Отвечает Этому Юноше Богатому На его вопрос Как мне достигнуть Царство Небесное И он там Перечисляет Заповеди Господние И потом говорит Такую заповедь Я просто смотрю Она здесь написана И думаю Ну можно ее вспомнить Последняя заповедь И как хотите Чтобы с вами поступали Люди Так и вы поступайте С ними Лука 6 глава 31 стих У нас написано Это вот как раз К этому относится Хочешь Чтоб тебя не осуждали Ты не осуждай Хочешь Чтоб тебя не злосло Или ты не злосло Сам И ну в этом вся Хочешь чтоб тебя любили Ты то люби Любите друг друга У Луки И хотелось бы сказать Что ветхозавет Что ветхозаветным людям Истинное А как А как он мог бы найти Бога истинно Он был истинно верующий До конца А потом там У него там вот Жены были И так далее Там были обманы И законов еще не было Таких Которые прямо Богу Постановили бы Вот это И вот эти заповеди Которые нам дает Христос Они отличаются Несколько от заповедей Для ветхих Для ветхого завета И получается так Что Как бы все сейчас Мы с вами Братья нового завета Или новые евреи Новозаветные евреи Мы получаемся Как пророки То есть для всех людей Мы пророки Вот что бы вы ни сказали Вы Братья и сестры Вы как пророки Получаетесь А пророков Любили Их лелеяли Их носили на плечах Да Да Никогда этого не было Их только били Били и били Поэтому Когда вас не слушают Когда Вам Вслед говорят Дураки Или еще Или посылают вас Вы знаете Что Вы сказали Истинное пророческое слово О вечной жизни О Царстве Небесном О Христе И Господе И воскресении его А это не вмещается В людях Которые Не обрели спасение От Господа И не забудьте Сегодня говорилось Не от людей все Не от подвязающегося А от Господа Милующего А милует он когда А мы и не знаем когда Как горшечник говорит Вылепил горшок Один смял А другой До конца До конца довел Закалил его И расписал И никто не знает Какой это будет горшок Мы или не мы Но раз мы здесь Собрались То ясно Что Господь избрал вас Это уже Точно Избрание есть А вот Дойдем или нет Мы не знаем Иуда тоже был Среди апостолов Не дошел И среди пятисот братьев Которые были на горе И видели вознесение Господня Не все Тоже дошли Обратились До конца Почему Непонятно Это и никто И не узнает Однако Говорит И одного Я говорит Возлюбил Будучи еще Во чревой матери А другого Уже возненавидел И Сава возненавидел И Якова возлюбил Якова Чуть по имени Что ли Или как Непонятно Они еще имен Не знали Каких будут имен Но Бог-то знал Об этом Да И какие имена будут И как они будут поступать Поэтому Он нас любил Потому что Он знает И пред Ним открыто все А мы Когда судим Мы не знаем Сокровенного Не знаем Этого момента Когда придет человек На исповеди И когда заслужит Этой милости В исповеди Так вот я к чему говорил-то Я же тоже Цель какую-то Именно сказать Я бы и хотел сказать Что Мы не должны Объезжать Свой разум Поэтому мы должны Всегда обладать Библейским разумом До конца И вот знаете Вот этого не хватает В наших Сегодняшних беседах С московской патриархией Да и со старобрядцами Не хватает Да и с сектантами Вот Если бы можно было В этих В церкви Этой старобрядческой В православии Если бы можно Какие-то группы Хотя бы иметь От них Которые бы обладали Вот этим Евангельским терпением Чтобы до конца Дойти Все смотреть Это знаете Как вот Петр Гилкинс был И они из сектантов В Америке Вот какое было терпение Их 7 человек Они разделили Разные вопросы Которые их волновали Там о благодати О Пресвятой Богородице Ну там о многом О причастии Кстати И год дали Друг другу И сказали Пользоваться любыми Источниками Вот это правильно То есть не смотреть На то С 60-го Там года Или 45-го А любые источники Берите Где в библиотеке найдете И когда они встретились То они были поражены Что все привело В конечном итоге К стопам Христа Начало церкви В Грецию К апостолу Павлу Все привело Вот это да И там оказались Есть источники Есть рукописи Есть люди Есть святые мужи Которые подвязались Пострадали И жены И когда они все это Увидели То и Богородица У них на место Встала Почитание ее И какое оно должно быть И все И все И святые иконы И все что надо Все что надо Для спасения человеческого Все встало на место И они стали православными Ну и потом Если не знаете их истории Гоняли их православные Греческая церковь Их не приняла Бизантийская А приняли их Антиохийцы Ну может быть так и надо Потому что В Антиохии В первую очередь Начали называться Христианые люди И сейчас они Ну Петр Гилки Говорят уже скончался А так Все общины Говорят их больше Двух тысяч членов В этой церкви У них Так они и есть В двадцати семи разных Городах Населенных пунктах Соединенных Штатов По моему В семи штатах Они есть Я маленечко скажу Так я сейчас уйду У меня Что-то не лазится С компьютером И вчера же Где ролики стали Они перестали проявляться У Володи на компьютере Показывает А я ставлю Ничего нету Фрейм там не работает Фрейм И Витя сейчас сидит делает И вот когда вы ходите из дому Оглянитесь При выходе Все электрические приборы Выключены В ванне Открыто или не открыто Витя все сделал Но главное для меня Там закладки Я как слепой За стенку держусь По закладкам Он все сделал А закладки Когда новую оперу поставил Там 17 номер Теперь надо запрашивать На главный сервер Он все это сделал Поступило Там что Ну Большую работу Витя сделал Ну и ладно Теперь уходит Все И из не стал А тарелочку взял с собой А потом говорит А ради чего я пришел Там работает Нет надо посмотреть То есть он уверен Что работает Я подошел Еще не работает То что он делал Оказалось И он уже обувался И в это время Сказал Ну-ка еще раз посмотрите Там проявились Он на одной Попробовал Проявилось Я понял Вот как важно На выходе После занятий Везде еще раз Оглянуться в храме Зачем я приходил Главное Пришел в храм Не то что Ну обязанную Ну обязанную Обязанную Если ты ничему Не научился Напрасно Ты дворы Топтал Так сегодня Если по этой норме То Ну напрасно Все храмы Открыты Люди Ничему не научаются Священники Учить совершенно Не хотят Они для отмазки Все делают А то 90 с лишним Процентов Меня не слышат Или 99 Как патриарх Алексей Второй говорил Это я его слова беру Я вот сейчас Зашел Ну в интернете Там А в одном месте Мы сфотографировались Священник Такой вот А рядом послушник Вот такой вот И такие отзывы Пошли А этот толстый Объедает этого А он такой Стоит у него Смотри Борода Она маленькая А тот стоит Такой же Ростом Как карандаш И рядом стоят А у этого еще Крест одной стороной Маленько закрылся И креста закрыл И бороду На толстого Вот такие Она все Объедает А я с этой стороны Андрей Лусинов А этот слева Солженицына Похож на меня Это меня Как-то в Коршево Привезли меня А там люди На улице Солженицына Привезли к нам А я посмотрел На Игоря Сейчас Вот в этой кофте Его Знаете На кого он похож Академик Николай Левашов Видом таким Вот как он сидит И что у него есть И у него очень большие Связи там где-то были Ну везде он выступает Как генерал Петров Научность обоих Одинаково Внезапно умерли По неизвестной причине И говорят Какая-то энергетика Из космоса Постла Но оба За возрождение Ородноверчества И это язычество Были Генерал Петров По виду И так он дал указание Сжечь Я впервые видел Как сжигают В этом В крематории Температура ползет Ползет 750 А когда его накрыли Своими флагами Языческими Ну и горска праха Ничего нет Как Жукова А Жукова Нигде ничего нет Это то что я успел Сегодня научиться Я сейчас побегу обратно И я Бите ей говорю Бите если она не будет работать Я тарелку назад унесу Если бы не дам Да я и так не хочу Но все равно Ну к чем-то тебя надо Нет Он добросовестно Все Так я ушел Вопросы если будут какие-то Запишите какие-то Вопросы Не спешите уходить Доработал-то Пурашку там в избе потерял Не мог найти Пришел в шатке Ну может быть и надо Вы в фурашки сюда заходили Я всегда в фурашки Тут вы заходили в фурашки Да нет Ройский Стих из Откровения Откровение 20 глав 12 стих И увидел я мертвых Малых и великих Стоящих пред Богом И книги раскрыты были И иная книга раскрыта Которая есть книга жизни И судимы были мертвые По написанным в книгах Сообразно с делами своими То есть это вот Книга Судеб Будущих Каждого из нас И нашей Жизни Земной Всего человечества Она об этом же говорится Что в этой книге жизни Все написано Написано И все дела наши Записаны в этой книге По этим делам Мы своим и будем судимы И хочется закончить Если может быть У кого есть еще дополнение Можете высказаться И после того Как я прочитаю эти стихи Послания апостола Павла К Римлянам С 10 по 13 стих 14 глава А ты что осуждаешь Брата твоего Или ты Что унижаешь Брата твоего Все мы предстанем На суд Христов Ибо написано Живу я Говорит Господь Предо мною Преклонится Всякое колено И всякий язык Будет исповедовать Бога И так Каждый из нас За себя даст Отчет Богу Не станем же Более судить Друг друга А лучше судите о том Как бы не подавать Брату Случая К преткновению Или соблазну Ну и есть еще Дополнение Стихи из священного писания Осуждения Приложение к нашей жизни Да, Брата? Можно осуждение такое Значит Даже сейчас мы разговаривали Мы почему-то коснулись Только одной стороны Осуждения Одной стороны То есть почему-то Считается, что Осудить Это значит Ну что-то отрицательное Ну само слово Подразумевает Что осудить Значит там Придать его там Суду, анафеме Или там чему-то Там Общественному порицанию Или там Раньше был там Там гражданский суд При царях Шпагу сломали Как декабристов Званий всех лишили И сослали Вот Этих Там пингвинов Пасти там Этих Белых медведей Где брать был Вот Но есть и вид И Как бы Ну оно Не осуждение А Превознесение Вот почему Там он так сказал Что не судите Прежде времени Апостол Павел Потому что Я Аполосов Да я в лапке научился Кто ты такой Что ты меня учишь Ну А что не так что ли Да так Недаром Батюшка Сказал Нашим братьям Которые На катехизацию Ходят Что вы молчите Больше И будете умнее Выглядеть Чем ты будешь Выходить И там На площади Трубить Вы понимаете В чем дело У нас это Сплошь и рядом Если человека Вознесли То ты против него Вообще Даже слова Не скажи А оппозиция Недопустима Ни в каких Размерах Да А против там Какого-то Ну Ну Как сказать Ну Заслуженного Деятеля Я сейчас Не говорю о святых Потому что Это надо самому Быть Жизненепорочной Во-первых Чтобы про него Что-то сказать Но Если здесь сказано Что всякий Получит оправдание Там в конце Всякий То есть И тот Который Может быть Ложно осудил А может быть Который Ложно и вознес Не может ли быть Такого Я Аполлосов Да Аполлос Круче У нас Мы старообрядцы У нас книги толще Вспомните Левша Он ничего не мог Сказать этим Протестантам Английским Да у нас книги Толще Когда его Женить хотели А данная баба Там такая Такая У нее там Платье до пола Так у нее Сверху То все открыто Он не знает Что сказать У нас книги толще Вот это вот Вот Может быть Даже еще и хуже Вы понимаете В чем дело Вознесли человека Там до неба И все А мы не знаем Вот они святые Пред престолом Божем стоящие У каждого Книга Наверное Его жизни Но она По-видимому Еще не все Значит Когда есть у Господа Своя книга Которую он откроет Как в откровении сказано И будет каждого Судить по своей книге А не по той книге Которую мы написали Здесь Может быть на земле На этого человека Его биографию Там вознесли До неба Вот в чем дело И в итоге Вот и получаются Вот эти разделения В православии Там Три тысячи и более Всех А они зацепились А мы там Иларион Он в солнце Там останавливает Это там Такой Гигант мысли Отец русской демократии И прочее Вы понимаете В чем беда Она еще Как бы еще Не коснулась Такого Что Вы понимаете Ну вот просто Свежее такое Вот из поездки Приехали И ну и там С одним человеком Беседу имели Он говорит А что ты его братом Называешь Вы что братья что ли Я ему в два раза старше Братом Брата моего Такой мне брат По вере По какой вере Я говорю Ну мы христиане Во Христа веруем Православные христиане Он так удивился Так посмотрел Вы понимаете Что Ну мы на равных Что вот Малый такой И я такой здоровый Уже борода белая Так потом звонит Вам наверное там скучно Вы поездите Посмотрите наши храмы Он проявляет О нас заботу То есть вот Видя нашу друг о друге Заботу Братской И неверующие То смотрят Что скажут Они не превозносятся Они простые Смертные Такие же как и мы То есть христиане Хотя все считают Что христиане Это ну Не от мира всего Да может быть Конечно не от мира У нас мир тот На небе А не тот который здесь Так вот Как возноситься Опасно Так и не зверкать человека До Так сказать Глубин сатанинских А то мы Бывает осудим человека И по гроб жизни А он уже может быть Давно Господь его вознес Ну он еще здесь в теле Пока Пока тут осталось ему 5-10 там 20 лет Сколько этому человеку Намерил Господь Вот наверное об этом Суде-то Имеется ввиду там В конце сказано Что всякий Оправдается Всякий Как и ложно осуждивший Так и Аминь Ну брат Игорь говорил как раз И о том Что не только Мы можем осудить На погибель Но и превознести А святостью А святых Он говорил Что мы Канонизированные Наши святые Что скрывать Когда 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 Канонизирует Собирается Его Свосталина Мне хотелось бы Порассуждать О времени Здесь написано Посудите Посему не судите Не как прежде времени Говорится о времени Дальше Характеристика Этого времени Пока не придет Господь Говорится О втором пришествии Христа Или Говорится О смерти Человека То есть Человек Когда умирает Этот момент Для конкретного Человека Он идет На суд Божий То есть Для него уже Земная жизнь Закончилась И можно сказать Что второе Пришествие Христа Для конкретного Для этого Человека Началось Уже началось Придет Господь Который Осветит Скрытое Во мраке Вот Сейчас Идет Цикл Передач Где Раньше Мы не знали Например Что Много Что Не знали Что Например Что Сталин Хотел Напасть На Гитлера Ну Исторически Исторические Факты Сейчас Эти Исторические Факты Каким-то Образом Освещаются И мы Узнаем И мы Уже Начинаем Судить О том Или Человеке Уже Совершенно По-другому Наступает Какое-то Время Господь Освещает Эти Поступки Людей И мы Начинаем Уже Вольно Или Невольно Но Судить По-другому О конкретном Человеке И вот У меня Такой Вот Вопрос О каком же Все-таки Времени Здесь Говорится Либо Это Время Для Человека Который Хочет Осудить Пока Он Не Умрет Ему Нельзя Никого Никак Никуда Записывать Либо Все-таки При Жизни Этого Осудителя Наступает Время Когда О Мертвом Человеке Открываются Дела И он Тогда Может Судить Об этом Человеке Кто Христианской Какой-то Могилу Священника Старую Зарытую 1800 Это Называется Катехизация Миссионерства А Тех Кто Идет Со Словом Божьим Осуждают Ну Сектанты Идут Со Словом Божьим Не Они По Другому Как-то Ходят И Вот Уперлись Теперь Нет Вот Эти Все Сектанты Они Будут Прокляты Да Вы Посмотрите У них Учиться Можно У Сектантов Вот Игнать Тихонщ Когда Говорит Не То Что Да Игнать Тихонщ Слово Но Я Сам Сектантами Разговаривал Когда С ними Говоришь До Определенного Уровня Они Не Просто Верующие Они Как Святые Для Тебя Они Наизусть Слово Божье Шпарят У У нас Никто Так Не Разговаривает Как Сектанты Ну В каких То Своих Вопросах А Потом Когда Начинаешь С ними Дальше Глубже У них Наступает Теперь Вот это Отторжение Вот это Вот совесть Замороженная Или сожженная И И вот Эта Дуалистичность Человека Его Вот эта Душа Которая На которую Действует Боль На которую Действуют Какие-то Соблазны Испытания Ну то есть Сатана Действует И Господь Добром своим Оказывает Ление Это такие Качели Братья Вы по себе Должны это знать Потому что Мы все На исповедь Ходим Но если У нас Эти качели Они Меленькие Еще Потому что Мы все Таки Здесь На исповеди Может быть И кого-то Большой Не знаю Но выкинет Эта качеля Становится Катапультой Но в одну сторону Только ватой Кидывает Ты уже Назад не Качнешься Уже Тебя Никто Не примет И поэтому Конечно И среди Сектантов Это есть Ну как Мы со Старобрядцами Не можем Совпасть Это Поражает Все Одинаково Совершенно 1666 Год Разделения Ничего Непонятно Вот что Значит Человек На которого Действует И Господь И Сатана Поле боя Говорит Сердце Человека На нем Бьются Бог И Сатана И кто победит Никто Не знает Братья Только от нас С вами зависит Если Если будете Вот так Поступать И вот Представьте Вот поэтому Начали поступать Сейчас И сектанты И старобрядцы И православные И что Кто будет прав Сразу Ну кто Сразу Будет прав Вот посмотрите По этим словам Как с тобой Поступают Так и ты Вот тебя Сейчас Злословят А ты Никого Не злословил Нет Никого Ну сейчас Значит На тебя Эта милость Падет Вот такое Чудо Господь А ведь Оно Было Был Такой Григорий Амарицкий Эта страна Называлась Йемен Сейчас Южный Йемен Называется Раньше Этот Григорий Амарицкий Святой Был И он Попросил Господа При споре С иудеями Их было Очень много Они собрались Там Целого Община Несколько Тысяч Евреев И маститы Там Илиазар У них Был И он Говорит Если бы Христос Сошел Вот тогда Я поверил И он Попросил Молитвы Христа Чтоб Христос Показался И Христос Показался На облаке Вот прям Опустился На эту площадь Где они Спорили Там Император Был местный Все И Господь Показался Вот какие Были Святые Вот как Поступки Разрешались Ну и что Что Совесть Отошла Нет Это показано Было Что православная Вера Истина Это понятно Уже Всем Но Иудеи Они увидели Христа И сказали Уверуем Нет Там написано Не все Уверовали Многие Написано Убежали Из этой Страны И потому Что Да Ну там Был вопрос Стоял Казни Всех Евреев То есть И поставил Этот вопрос Сам этот Святой Григорий Марицкий Перед Императором Всех Казнить Вот с этой Стороны Это вообще Сатанизм А Когда Помолился И Христос Сошел И увидел И могли Обратиться И не Обратились Все равно Вопрос О душе Другого Человека Очень Сложный Я вообще Удивляюсь Всегда Как Господь Среди нашей Вот такой Маленькой Общины Находит Разных Совершенно Мужчин и Женщин И становятся Семьи И семьи В которых Эти мужчины И женщины Верующие Друг друга Любят Это чудо Это я вам Сто процентов Говорю Я сейчас Находясь За пределами Вот этого Нашего Круга По полгода Я просто Вам скажу Это чудо Чтобы не было Разводов Чтобы люди Любили друг друга Совершенно Разные Непонятно Иногда С разных Мест Потому что Вокруг Все поражено Блудом Как грязью Ядовитой Замазано Все вокруг Блуд Один блуд И срамота И никому Из вас Не хочу Я этой участи Чтоб кто-то Вот это Окунулся Ну брат Там на работе Бывает А я то Прям там Живу Понимаете Ну брат Немножко Это видел Все Это просто Мерзейшее состояние Когда ты видишь Все это Маленько Слава Богу Что не больше Ну поэтому Я и хотел Вот на это Ну как бы Подвести Понятно Я хочу сказать Что если внимательно Прочитать еще раз Стих То ответ Брат на твой вопрос Заключается В этом же стихе Посему Не судите Никак Прежде времени Пока не придет Господь Когда не придет Второе пришествие Конечно До второго пришествия И конечно Мы не знаем Может быть он Перед смертью И покаялся так А ты его осудил Еще хочу Один аспект Этого слова Судить Который мы Сегодня не затронули И мы часто слышим Когда начинаешь Говорить брату Обличать его Да Мы знаем теперь Разницу между Двумя этими словами А ведь А что ты меня осудишь Да я тебя не осудил Я тебе не сделал Приговор Я тебя не отправил Ни в ад Ни вознес тебя до небес Я просто тебе хочу Чтобы ты спасся И поэтому я тебе Говорю об этом Что нужно делать Вот так Да Потому что Об этом говорит Господь Я-то только Как бы Рупор Труба Через которую Ты должен услышать Петь слово Господа Взывающего к тебе О твоем спасении Вот Чтобы Мы еще раз Вспомнили О разнице О разных значениях Этого слова Судить Судить значит Не А судить значит Сделать приговор уже Вынести приговор ему А обличать Мы обязаны То есть Мы должны Говорить Друг другу Заботясь Друг о друге И нести Беремена друг друга На раменах Наших На ключах И еще Сегодня в проповеди Как раз говорилось О Ну там говорилось О милостыне Как нужно подавать Милостыне Там С веселым лицом Там Внутри себя Не жмотясь Не скупясь Чтобы Душа была Открытая Ну там Ну и так далее И здесь То же самое Можно говорить Так же То есть Когда ты делаешь Человеку Какое-то замечание Или еще что-то Ну во-первых Конечно Ты не должен Там смеяться Ну это Надо делать Серьезно Но не Зверское Конечно Лицо Делать Ну и не Морщиниться Как чайник Кофейник Старый То есть Нужно Как-то Вот выбрать Это И вот часто Мне Сестры Говорят Ну что ты С таким лицом Все это делаешь Иногда Сложно Подобрать Мимику Я бы хотел Оправдаться Сказать Да нет Я лицо Такое У меня Знаете Морщинки Не такие Они были Не в форме Свастики А в форме Такого Ну как Креста Допустим Или солнечных Зайчиков Ну ничего Ты иногда Не можешь Это поделать А иногда Люди тебя Понимают Иногда Понимают Я думаю Что Вот эта Любовь Друг Ко другу Которая В этот Момент Проявляется Она Она может Все остановить А если Нету Любви С какой-то Стороны То есть Вот как Сегодня Как раз Прочитали Что ты Брата Обличаешь А на самом Деле Для того Чтобы Уколоть И это Замечание Часто делают А зачем Ты вот Это Сказал Ты Хотел На домой Превознестись Или еще Что-то Вот это Очень страшно Это Как раз Относится К человеку Бессовести Это Нужно Быть Совершенно Бессовестным Чтобы Делая Обличение То есть Ты просто Слава Блуд Самый Настоящий Если Если Ты Чувствуешь Что ты Человек Неправильно Что-то Сделал А ты Сам Этого Не Сделаешь Так Ты Тогда И Молчи Лучше Нам еще Надо Научиться Нам быть Благодарными Вот Когда Мы Выработаем Себе Это Чувство Благодарности Тогда Мы Будем Благодарить И За Обличение Потому Что Если Даже Это Обличение Было Сказано Неправильно То есть Незаслуженно Ты Получил Это Обличение Ты Все Рано Принешь Это С Благодарностью Понимая Что Брат Желает Тебе Или Сестра Желает Тебе Добра Потому Что Исходит Из Любви И Еще Я бы Хотел Сказать Вот Игнатив Сегодня Сказал Очень Интересное О том Что Об Общинах Сейчас Идет Какая И Действительно Чтобы Совершенно Разные Люди С разных Мужчины И женщины Собрались И Вот Могли Друг друга Выслушивать Не на Повышенных Тонах А С уважением Здесь Без Христа Обойтись Невозможно То есть Без Веры Без Искренной Веры Обойтись Невозможно И вот То же Самое Я хочу Сказать Воспитании Детей В церкви У меня Мама Говорит Как Вы так Приучаете Ваших Детей Приучаете Ну Как То Приучаем Что У 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 А все Все Стояли Спокойно Никто Не Шалманил Бы И Она Бы Тоже Стояла Как У 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 Шилла Но Это Пока Еще Не Воспитание Не Возраст Возраст Дойдет Я думаю Да Когда Начнет Называть Навы Старших Так И Дойдет До нее Но Это Еще Не Скоро Мы Про Некоторые Штаты Я По Теме Можно Стар Вот Я Пошел И Там Обличил Человека Батюшка Недоволен Ты С какой Целью Это Делал А Ты Знал Что Результат Другого Не Будет Он Только Озлится Еще Больше Это Абсолютно Всегда Мне Это Говорит У Меня Абсолютно Всегда Один Ответ За Результаты Я Не Отвечаю Вот Послали Идите Зовите На Брачный Пир А Придут Не Придут Мне Абсолютно Дела До Этого Нет Меня Постали С Определенной Целью Дали Пригласить И Сказали Разнести Поштальон Не Отмечает Придут Или Не Придут Мы Роль Поштальонов Гонцы Божьи А Они Что Одному Голову Разбили Другого Убили Я Нахожу Объяснение Виноградар Убили Это Понятно Виноград А тут Приглашение На свадьбу К сыну Царя Меня Сейчас Пригласили Путин Замуж За корейство Я Будь Все Просто Поехал Побыть Рядом Если Я Говорил Как То И Сказали Вот Он Раздобился И Охотно Что Мне Помочь Пророк Елисей Женщине Одной Сказал Проси Тебе Что Надо Живу Среди Своего Народа Детей Нет На следующем Вот Сына Будешь Качать Понятно Как У Ней Нет И У Путин Я Сказал Владимир Я Среди Своего Народа Живу У меня Все Есть Но Одного Мне Не Хватает Я Денег Не Прошу Потому Что Он Насторожит Скажет Ну Попрошай Я Сказал Дайте Указание Этим Которые Зацикленные На рекламах Пусть Они Возьмут Хотя Бо На Месяц Рекламу Нашего Сайта Я Бо Ничего Чтобы Сделать Известным Что Существует Такой Сайт Ифорум Мне Больше Придут Не Придут Я Совершенно Не Думаю Об Этим Я Выполняю Миссию Божию Я Отвез Книги Там Меня Приняли И Везде Начинают Говорить А Что Вы Говорили О Себе Ну Позволь А о чем Я Должен Говорить В первую Часть Я Незваный Нежданный Вдруг Врываюсь Они Сидят Обедают Или что Библиотекаря И вдруг Я Кто Я Такой У меня Нужно Вызвать Доверие К себе Что Я Не Обманщик А тот Самый И Вызвать Доверие Соответственных Тридцати Восьми Томам За Которые Теперь Они Будут Отмечать Перед Теми Кто Выше Будут Спрашивать Я Уезжаю Долгосрочная Программа В каждом Томе Тысячи Ссылок На Библию Но Я Успеваю Немного Сказать О Христе На Все У меня 20 Минут Мы Идем По Деревням Мы Людей Приглашаем Вот В дом Я должен Зайти В первую очередь Сказать Кто Мы Такие Откуда С какой Целью Подарить Им Евангелие Выйти И дойти До Побеседовать О Душе О Спасении О Христе Вот вам Евангелия Нету Нету Придете Новый Зайд Получите До свидания Я хотел Вопрос Задать Там Вопрос Зададите У меня Жесткая Норма У нас 46 человек Приехало Клочки И мы Чесали Клочки На мелкие Отрепки Вдоль и поперек Так Два часа Да Я приезжаю Когда в библиотеку Моя задача Не о Христе Проповедовать О Христе Я проповедую Говорить У нас храм Есть батюшка Как тут такое Вопрос Теперь я должен Кто я такой Ну а теперь Я уже настороженно Их принимают Они меня принимают Я должен знать Какой том Открыть и показать И дать приглашение На сайт Кроме того Они собирают Библиотекарей Перед ними я выступить И мне больше 20 минут не дано Меня машина ждет Мы едем вперед Я в день В среднем Должен посетить 5 районных центров 5 городов Большие места Где мы их оставляем Это на трассе А ночь мы едем Утром рано садиться Значит мой отбой Всегда в 10 В 2 часа подъем Все время В 10 ложиться В 4 часа Третьяков говорил Круглосуточно ехать Я говорю Это не пойдет В 4 часа Это дарнобойщики говорят Полноценный должен быть отдых Он садится за руль А уже в 8 Садится тогда Вадим Попов Мы бьем Большие расстояния Тысячу километров почти А теперь Как только расцветало Библиотеки открываются Мы начинаем Чита В сторону Благовещенск Те которые в сторону Идут А я приехал туда В один конец От трассы 150 километров А они говорят Директора нету Указания без директора Не принимать У нас указания Свыше уже третий год Ничего не принимать Без проверки Я умылся Мне расположить людей Пристроить книги Книги Это мои посыльные Пристроить их А теперь они мне сообщают Там Шувашская Другие В интернет К нам поступил Такой большой дар Вот был такой-то человек Тут местная Там Куйбышев Такой Город Здесь есть И там это все Выставили в интернет Книги Когда изданы Сколько страниц Где Я ушел Это долгосрочная программа 38 посланников Они работают Теперь там Человек Который не понимает Это Он еще не знает Я говорю Ну ты теперь поехал Куда А куда я поеду Вопрос снять с повестки Никуда ты не поедешь Чтобы поехать У тебя должен быть Сначала капитал такой С тобой должна быть Компания 38 человек Не меньше И ты должен Ко всем вызвать доверие У незнакомых людей Ты понимаешь Это невозможно Мы это сделали 444 пункта Другая против Я должен переломить обстановку Вон ездили Которые Пупков знает Вот сейчас ездили Даже на таможне Приходит Вот Николай Крущина Видите Приходит Документы наши забрали Паспорта забрали Вместе с шенгенской визой Ничего не отдают Требуют там платить А я в кабинке сижу Когда они уходят Я спрашиваю Ребята Я нужен Да сиди Они меня берегут Но вижу Все Пришли Ну было не один раз Я тогда свою папку Это солидие Пошел туда Обратно иду Там минут 10 Прошел с паспортами Иду А если нет Николай В кабину Залазит Трехтомник Первый таран Там еще кто-то подошел Я бы тоже хотел Николай Лезь еще раз Ты сначала Проехай нашим путем А потом У тебя Слова-то будут весомые Мы не можем поехать С хором С трубами Как баптисты едут Собрали на площади У нас ничего нету этого И вот в этой сжатой Обстановке Мы должны пробить брешь И показать Что работать можно А теперь я получаю Благодарность От президентов Сижу дома От Лукашенко От Рамзана Кадырова Они бы не прислали Если бы это не нравилось Национальная библиотека Болгарии Кирилла Лефодия Не прислала Благодарность сюда Когда мы уже уехали Их никто не заставлял Они вникли Они увидели Что там есть Они вот так отшатываются Это вы все написали Я сказал Зайдите на наш сайт И утром Мы опять пошли туда А это отец Андрей Это Андрей Католик И он вот так вот встретил Это вы все составили Это же громадный труд Только на сайт зашел На сайт Ни книги, ничего Это человек У них очень высокий уровень Образования у католиков Очень высокий То есть у нас бывает Два университета Это недостаточно Чтобы сравняться с ними И он при этом образовании Только один раз глянул Он сразу определил Это Иларион Когда зашел И тоже Такой труд вы проделали На сайте Не про книги Любую книгу человек берет Он смотрит В чье благословение А у вас где благословение Я должен ему показать Где Симфония на житие святых Ты судишь Ты не понимаешь Что ты говоришь Судишь Я среди мусульман Вот прихожу Представь Мусульманам Я должен оставить Православную библиотеку Ну ты маленько Соображаешь или нет Что это такое Да вас не выпустят Выпустили Провожают И крестят еще У меня два свидетеля Это видели Мы заходим В их моленную комнату Совершаем молитву Свой намаз Едем дорогу Останавливаемся Молимся Сережа знает Как Раскинули Игорь знает Военная палатка Стали около дороги Кланяемся Просерли руки Все Ты проехай сначала Ты сначала Оставь след И такой след Чтобы после тебя Он дымился А мы это По милости Божией Бог это сделал Я когда слышу Вот осуждающее Я вижу Он ничего не знает А что ты вчера Сделал ничего Я вот приехал Потеряки полтора месяца Прожил Как будто нигде Меня и не было Ну я еще что-то делал А у другого Это 56 дней И весь мир заговорил Об этом Ты посчитай Только отзывы Пишут Великое путешествие Игнатий Лапкин Да что Игнатий Лапкин Сделает-то Без помощи друзей Божьей-то Ну да Мне Ну пришлось Быть инициатором Этого Этой поездки Ну а дальше Я сижу сзади Мотаюсь как кукла И все Главное Это вот шофер А не я А я сижу там С собакой балую Только Но уж когда привозят Они сразу Смело отступают Мне место Я туда Пробивать дорогу Я должен Сказать Вызвать ко мне Доверие полное Что я не мошенник И вызвать доверие К моим детям К книгам И Я другого Ничего не могу Говорят А ты дай мне программу Вот я захожу Я сказал Заходим мы в любой дом И мы должны говорить Такие слова Мы из Потеряевки Мамского района Мы благовестуем Каждое воскресенье Доехали до вас Мы даем Евангелие Ну и в библиотеке Будут наши книги Будут вопросы задать Дети Дайте Евангелие В следующий дом А идти Здесь я полминуты пробыл Полторы минуты Там и переход Ты дай другую программу На пароль Нас Татьяну Собака не загрызла Солнечный день Слышали этот рассказ? Да Когда я сумочку только отбился И так у меня Это прокусанная книга Толстая Представь Это заходит Праздничная Одета Надежда Афанасьевна Вчера приняла крещение Она в солнечном дне В белом платье Идет по другой улице Зашла Я когда зашел Увидел что-то неладно Пол двора Заметено Заметено так не метут Я дальше глянул Там проволока Это Здесь бегает собака Ее не видно Я сразу медленно Начал отходить Но собака уже услыхала Хозяева Дома или дома Я не знаю Ни надписи нет Ничего Как он бросился Вот такой волкодав Ничего у меня нет Я даже сумка отбился А если бы она одна Зашла в этом платье Там бы тряпок не осталось От нее Я кое-как Когда подошел Ближе А здесь Которая запирается Теперь палка в руках Теперь мы поменялись ролями Он умный пес Он сразу понял В другой весовой категории Он попятился Я потихоньку назад Не отворачиваюсь Вышел Закрыл Все на этом Сразу сделали жезлов У нас около 30 евангельских жезлов И посохов Теперь я захожу И всегда впереди Ребенок сзади Когда выходим Я сзади махаю палкой А ребенок идет впереди Где женщина Как идти Я должен был все распределить Ну и 56 сел прошли Из дома в дом А что я должен говорить Надежда Надежда говорю Евгения Дмитриевна Никитина Я бы тоже сказал Вроде и так Ты Так сейчас ты ей будешь говорить Раз предложила тебе это делать Я сразу сел Она вышла говорить И вот один пацан сидит Раскрыл перед ней рот Вот так вот сидит Другой дед Она говорит Ничего нигде Вообще никто там Ничего не внимает Ну и села Теперь Ну что Все Она выпустила порыв Моя задача Людей привести Ко Христу Через Евангелие Через книги Которые отвечают На 424 вопроса Чего ты судишь Я не могу у тебя опыта взять Я говорю Суди Но ты передай мне Лучший опыт Смысл Понятен Вот так Это кто руководитель у вас сегодня Вон смотри Рука поднята Игнатий Иванович Вот вы Вы сказали Что батюшка Сделал вам замечание Что вы обличали так Что человек стал Еще злее У меня такой вопрос Вы обличали В духе кротости Вот как написано Здесь Надюша Я себе отсылку не даю Я по другому рассуждаю А Господь выгонял вас С храма с кротостью А Павел Я отвечаю Павел когда говорил Елемин Ты враг Всякая правда Сын дьявола Да коли будешь Совращаться Прямых путей Господних Кротко то или не кротко Не думайте Он пришел Враг Ты сын дьявола Как же написано Я говорю Ты сын дьявола Да коли ты будешь Совращать Я интонацию могу Воспроизвести Кому как сказать Я об этом молюсь Еще прийти Я еще помолюсь Идти или не идти О результатах Мне не дано Заботиться Не дано Идти и возвести А дальше что А дальше Рог с грязью Иеремия Другому пила Третьего в печь И бросит Твоя задача Выполнить Миссию Идти и возвести Остальное Бог берет на себя Они не приняли Дальше у меня Трясти прах от ног Все На этом закончили Вот она сидит Шла все Сделала Ее не приняли Что же я не сделал Да прах нет Она давай трясти Его там На дороге И сразу вошелся человек Который принял И книги в дело Пошли и все Да Игорь Я бы хотел К нашему Сегодняшнему Вот сейчас Вопросу Привести Место писания Я вот что-то раньше Об этом не думал Как-то вот сестра Начала опять говорить Про эту духовность Я вспомнил Вот был такой Ну короче Книга из фир И был там такой Злодей оман И вот этот оман Был повешен На 25 локтевом Столбе Он там хотел Мардахея Еврея повесить А сам повис И самое интересное Повесили то его Практически ни за что Если так разобраться Он ничего не сделал Он только попросил Мардахея Чтобы он ему поклонился Мардахея не захотел Кланяться И я вопрос задаю А зачем омана то Повесили этого Он ничего не сделал Плохого Ну не хотел Мардахея кланяться Ну там Да когда-то там Еврея будут гнать Но никто никого Не гонит еще пока И он был повешен Этот оман А знаешь почему Потому что он злодей был Он бы никогда Не отправился от этого И с этим злодеем Господь поступил По злодейски И это люди поняли И даже сам император Который ему благоволил Персидский Он его был заместителем Второй рукой Он был второй по царе Дописано И он дал команду убить его И он понял его злое сердце Ему и сфер открыл глаза Ему Бог открыл глаза Через прекрасный поступок Мардахея Когда он не дал развиться Этому заговору против царя И все дело то не в том Как ты скажешь этому человеку А в том Как Господь к нему относится И дает тебе на сердце Сказать это Так Теперь я отвечаю Надежда Ивановна Вот когда я пошел Это дело сделал От батюшки получил укор Укор такой Недовольство прям было Все теперь Я молюсь об этом А батюшка молится Нет я не знаю Проходит время Появляется результат Плоды того Что я ходил Награда то кому будет Даже с позиции вершинства Если бы я не ходил Ничего бы не было А он обозлился Он показал кто он есть Аман должен был быть Аману посадили Не за то На виселицу Повесили А то что зло в нем Распространялось И от Мардахея Он узнал Какой он отец Еврей Тогда весил еврейский народ Под корень Окончательное решение Еврейского вопроса Это вопрос Гитлера Вот он Когда начинался вопрос А Бог И вот особенно Трогательный момент В фильме Еремея Еремея говорю Это Испирь Да Когда она молится Во дворце И он посыпает голову Пеплом и молится То одного покажут То другого И как они его пьют Я считаю Это супер уникально Кадры показаны Как они молятся Как они взывают И то одного покажут Там во дворце За стеной И вдруг Тот месяц Просыпается Император И вспомнил Не что-то библиотеку Роль библиотеки какая Мы не знаем Где проснется Совесть императора В чьи руки Эти книги попадут Ну А вы уехали Они их сжигают Они их сжигают Допустим Хотя таких фактов Пока неизвестно Но я предполагаю Ну и что Книги-то уже не мои Я их передал Во имя Господа И Господу Я сказал Господи Твое От тебя И ты храни их И ко мне Допустим Поступили известия Мы проехали Ну и 444 города Только темно занимаются Что жгнут Книги Осипова Да невероятно это В одном месте Книги Осипова Сожгли монахи А миллион мест Нигде не жгли Даже если и сожгли Сожгли-то не мои Я полностью отрешился Как только передал Они печать поставили Я папку закрыл Я говорю Теперь я не имею права Прикоснуться к вашим книгам Они принадлежат вам Так я говорю Все Я вот документ На котором они расписались Что будут хранить И давать желающим Теперь Хранить вы дали обещание Не выполняйте Теперь получите У меня были такие Мы уехали А это из Селькуль город Священник отец Александр Принял Целовал Благословлял Мы только уехали Часа 3 прошло Сигнал СМС дает Заберите книги Ночью я сожгу Он не успел И даже пролистать Даже одного тома Он не посмотрел Что случилось Указание от архиерея Я уже все знал Архиерея с губернатором А губернатор им храм построил И библиотека звонит Что с вашими книгами делать Тут пришли Эти Вышестоящие администрации И говорят Куда хотите Чтобы 2 часа книг не было Они администрации Видели книги Не видели Я говорю А вы кто будете Я библиотекарь Я говорю Благословляю вам Забрать мне Эти книги Да Ой как я Рада Ну не поеду За книгами А вы расположены Очень Заберите книги ваши Бог уже определил И отдал А я там внутри Это мое детище Его приговорили К смертной казни Я должен теперь спасать его И не одного А сразу 38 моих детей Ну У плодовитого отца Всегда много Детей И все законнорожденные От одной жены Церкви матери Так что Ну просто надо понять это Еще можно Я еще хотел сказать О нас Теперь возвращаясь К своему вопросу Очень он интересный Вот Почему Допустим Вот у меня такое отношение Негативное К тому что Ольга Унагаева ушла Или Наталья уехала За границу Хотя ну что тут такого Они там замужем Пристроены И так далее Именно вот это отношение Их такое Оказалось Внутреннее Глубинное отношение Что Община Вот которая Можно сказать Взлелеяла их И воспитала Она не нужна Оказалось Эта община А эта община Это не ты одна И не там Харизматичный лидер Это Христос Который над всеми Разлил Свою благодать Здесь И мы Как никто То есть Оторваны Они с нами Вообще Никакого отношения Имеют С кем то там Отдельно Сношение имеют А так Чтобы благодарить За что то Вот о том Что брат наш Сказал Старший Я великую вещь Сказал Благодарность иметь Да тут бы кусок хлеба тебе дали В голодный день Хотя ты и не голодаешь И то должен благодарить Собака там тебя уже признает Хвостом виляет Косточку один раз дал А здесь люди просто уход Сколько тут они были Духовная мать Называли Одной из них И жди Эта духовная мать Хоть бы один Искорка Промелькнула Но рожает она Коровы рожают И свиньи по 12 штук Сразу И ничего Живые И при чем здесь это А где та любовь Где та благодарность И Сейчас Возьми любого Наших братьев и сестр Кто имеет вражду К этим людям Кто ушел от нас Ну ты имеешь вражду Ну а ты почему Должна думать Что я имею Я не Я не имею Никакой вражды Никому из тех Кто ушел И даже если говорят Что там Это вот все Из-за тебя ушел Часто про Игоря Третьякова Что-то говорят Не знаю Почему так Игорь мне кажется Самый безобидный Он как этот Ну пускай полынь Немножко пахнет Но стоит Никому не мешает Поэтому Что можно сказать Здесь об этом Это состояние Твоего сердца А когда ты Обличаешь Ты же не просто так Подошел Кого-то обличаешь Человека Который Ну вот Он прекрасный человек Ну вот Можно даже так сказать Обличал ли я Татьяну Кузьминишну Да никогда Валентин Павловну обличал Никогда не обличал Вот Сестру Анну обличал Никогда я ее не обличал Ну кого я так обличал Чтобы Дрожь по телу У кого-то была Да это только Обо мне только слухи Если На работу Я иду К сектантам И наконец-то Они меня там С десятого раза берут Ну без денег же Все Ну баптисты И что Я говорю А что вы меня так долго Не брали Прошло уже время Я с ними работаю Никто меня из них не боится А нам сказали Говорит Если Дебунов у вас тут будет работать Он говорит Сразу Вас начнет обличать Что у вас Борот нету Осуждать Что у вас Борот нету Что вы Сектанты Ну в общем По полной программе Расписали ужасы Которые Должен Я был Выплеснуть на них Я говорю Да что с тобой Разговаривают Ну там разговаривают С их бригадиром А он говорит А я не знаю Улыбается такой Я говорю Ты как брился Так и бреешься У тебя приоритет первый Встал и сразу Есть у тебя пеньки Или нету И пошел Себя шкрепсти Он смеется Довольно Им все равно Они уже Совесть у них Здесь уже давно Пропала Ее нету А слухи вот эти Откуда берутся Скажи мне А уж про Игнатия Тихоновича Ого Откуда Вы лапкинцы Сразу уже все Клеймо Кажется Такое впечатление У меня лошадь копытом Сразу с темени До макушки Я только вот так И написано Лапкинец Надежда Васильевна Посади сюда Откуда такое берется От злого сердца То что они Не поступают Вот как Христос Я поясню сейчас Разреши-ка здесь Дело в общем Когда люди Говорят что-то Живой человек Ему понятно Что и неприятно И тем более Неправда Хочется сразу Выступить и сказать Это же неправда Абсолютно неправда Я Мой возраст Мой возраст Уже позволяет Это теперь Говорить Одно ли он меня знает Если он давно знает Значит он хорошо исследовал Ничего не нашел Ой-ой-ой Бог меня скрыл И он придумает Чего не было А чего не было Опровергать не требуется Любому будет понятно Как я скрыт А если бы он раскопал Какое на самом деле есть Тот который сам себя страшится Господи помилуй Да как это хорошо Что он вовремя Мне напомнил Это все И вот если он Где-то Человек этот нападает Надо сначала расследовать Ну явно бывает Знать не знает А я был Он там вот В интернете на меня Говорит Он не был Не знает И там Детей я подвешиваю За заднюю ногу И поджариваю А потом едим Все вместе И вот Начальствующие приехали И начинает прийти Вот когда меня судили А Надежда Васильевна А там В коридоре Ну такая охрана Последний день Меня заводят 12 охранников Одного Так в образе Одного человека 12 краснопогонников В зал сюда заводят Через людей Вот так протаскивают Что? А милиционер Распространяет Особо опасный преступник А это знаете Это такое отношение Это же Такой японский шпион У него нашли В 68 школе В подвале радиостанцию А я на ключе Даже работать не умею Вот А потом Слышат Она говорит Вот такая охрана А потом Никого не запускают Это когда Малолетних изнасилуют И прочее А это как Гвал подняла Вы ее знаете Она там добилась Порядка такого Что они Да нет Это бы сказали Что подобное Этому Если Но уже Обстановка была изменена Они увидели Тут Сражи стоят Слухи ловят Очень хорошо А Целый был Факультет Юридический Они когда побыли Их приводили Учиться То они вышли Говорят Этого старика И меня судить То есть Они могут посадить его Но ничего не докажут Я к суду Тщательно готовился Это примерно Вот отсюда Вот до Сергея До конца Вот такое Где я сидел Стол И он у меня Тетрадкой был уложен Кто только выходит Я по странице Раз То он такой То Страница такая То он говорил Там Я на каждую Выписывал Что он говорил Один Одна статья У меня материальная Что будто бы я обогащался Но она отпала Но я все равно Ставил А другая Антисоветщина Несоветщина На распространение Заведомо ложных Измышлений Порочащих Общественных Государственных Строй А у вас Есть вопросы Свидетели Есть Я ко всем говорил Есть И в одну точку Ты ко всем Гнал Что не было этого Я никогда не говорил То во что не верю А статья говорит Если я говорил Даже не правду А в это верил То меня судить нельзя За это Если я говорил Что Ленин Или Тиран Ну я в это верил Или говорил Раскулачивание было И оно было бы За это нельзя судить Я просто говорил Действий никаких Но его не было раскулачивания Они доказывают Гонения на церковь не было И тут Сергий Бурдин Якон как раз предстал Он поработал Видимо Несколько месяцев Работал в библиотеках И достал все постановления Ставнаркома Ленина И что было написано Как ответить к верующим И как власть нарушала Все эти Неотмененные законы Я должен был готовиться А когда вас вызвать Не надо думать А об этом речь идет У меня время было Чтобы подумать И результат был Результат А какой результат Ну какой Я посадил Сить не мог Следователь Который меня Допрашивал Принял крещение С полным погружением Отца Георгия Титова Вот это результат Начальник тюрьмы Принял Умер по-христиански Я с женой С ним поддерживал После сети Тебе этого недостаточно? Вот и все Со мной сидел Глава Который шел во главе И директор Мамонтовского рыбокомбината Сивер А через него С его женой связались Она поехала в Москву Ей дали адрес И она остановилась Она за мужа Ходотайствовала И там она У кого она там была Чуть ли у него Косыгина Что-то я даже не знаю Кто-то тогда из них был Живой еще Вот Она многого добилась И как ее приняли А потом она заболела А я уже освободился Я открыл глаза В реанимации была Открыл глаза Гляжу Что-то заросшее Волосатое Кто-то передо мной Стоит на коленях То есть я перед ее кроватью Стою на коленях И молюсь А теперь она все вспоминает Вот это уже моя сторона Я должен был ее найти Посетить А она будет Ты не знаешь Какая она будет И ты не знаешь Как он умрет еще Он снова стал директором Рыбокомбината Его не ставили А он меня спрашивает Быть или не быть Я говорю Вернись назад Он талант Хозяйственника Талант Там у него и Титов И Севастьянов И секретарь Аксенов Все там у него пропадали Рыбку все любят покушать А когда до дела-то дошло И его там Трудно было И он рабочим говорит Вот со мной сидел Лапкин Он бы сказал Вот так Значит мы не правы И жена его говорит Он все время Восстал приводить А когда был там Он главное был Противник не принимал Что внешне не принимал Это еще ничего не значит Не значит Вот этот больной сегодня Он говорит о моих пленках Которые он слушал Еще может быть 10-20 лет назад Мы не знаем Где нас сей доброе семя Оно взойдет У вас главная-то тема Сегодня какая? У нас Четвертая глава Коринфян Первая глава То есть Первая Коринфян Четвертая глава Шестой Пятой А не осуждение А не осуждение Да Ну видишь как Слово осуждение Понимают неправильно Но вы сказали Что священники Не хотят трудиться Они являются Лютыми волками Я всегда говорю это Но вы же их осуждаете Так давай откроем 20-я глава Деяния апостолов Апостол Павел Призвал пресвятеров Епископов Из Ефеса Мелит И говорит Из вас самих Восстанут лютые волки Он осудил или нет? Так это Павел сказал? Да, Павел Павел Дядя Павел Ну и что дальше? Осудил или нет? Ну наверное осудил Такие слова сказал А я его слова повторил Теперь меня легко Обгонять в это осуждение Но это Библия говорит А я вижу Что сегодняшнее А они далеко не те Которые были при апостоле Павле Им поставили Им рукоположенное Две тысячи лет Их шлифовали На безбожных точилах Царя Церковь никогда Не была свободной В России Как вот Во время перестройки Рука подним Да? Тут вы понимаете В чем дело-то Может быть Ну прав, не прав Не знаю Могу белый флаг Выкинуть в любой момент Но Мы путаем форму И содержание Ведь Вы понимаете Ведь в обличении Это главное содержание И главная форма То есть я могу сказать Как отец Павел Когда мы с ним пришли На поселок Южный В администрацию Ему там надо Ну я его регистрировал У себя Он пришел А там она одна Значит Ну из женщин была Церковь какая-то там Христа В общем В ДК Шинников Они собирались Ну отец Павел В то время Это 130 Там 20 30 40 Килограмм Ну я к примеру Говорю Да Стоит еще зима Куртка такая Так вы сектанты Да вы в аду будете гореть Да я на вас Я сижу Стою Отец Павел Так нас же сейчас Регистрировать должны Ты что делаешь-то Сейчас нас просто раз И все Под Место И мы вышли Понимаете А что в них бояться Ну то есть Отец Павел Он такой Прямой Как Вилы Он рубит напрямую Вот и все Сказал Понятно Это одно Можно сказать по-другому Так вот Здесь вот Там есть Галатом 6.1 6.31 Нет 6.1 6.1 6.1 Галатом Вот Здесь-то говорится О форме Духи кротости Чтобы самому Не впасть в искушение Вы понимаете Что делать Что Я могу конечно Ставьте Да я На меня Я знаешь где я хожу Я уже 20 с лишним лет хожу Вот я Вместе с одной чашки С лапкой намел А ты тут на меня бочку катишь Я Полосов А я Кифин И давай мы тут с ним Рубиться с Павлом Кто правый К примеру Да сказать Вот и все А можно сказать просто Евангелие учит нас Вот Вас зарегистрировали Да Зарегистрировали Ну там это как бы Потому что они меня Ну как бы там Фамилию это знают Что я давно там и прочее Вот и все Делать не в этом А дело в том что Мы иногда путаем Вот именно что Как сказать То есть Если один человек Может Ну Имея так сказать Ну Дерзновение к Богу Что Бог ему Дает такое Как Как Иеремия был Смелый был Правильно Ну много пророков Все пророки Были во первых Смелыми Ну Все пророки Были смелыми Ты плохо Знаешь Нет Я его не знаю Я знаю то что о нем написано А я его не знаю Вот и все Поэтому у нас Иногда подражая людям Которых там Может быть один на сто миллионов И берут на себя Вот этот груз Быть Как бы таким вот Ну смелым И всех подряд Направо налево Как Чапаев Резьба по дереву Пошла Рубить людей Вот это то Надо же Как бы ну Понимать маленько Если у нас есть Масло в голове Что мы Еще можете Не доросли до этого Чтобы так обличить Ну то скажи брат Ну ты не прав Или там Или там сестра Или что то Вот и все Вот и все А если начинаешь Рубить Да ты можешь сказать Там ну Ровни свои Вот я своей жене Я и могу сказать Такое К примеру Дома А мы не знаем Он может или нет Что мы на него смотрим На того человека Который так говорил Не обязательно Здесь присутствующий А тот другой человек Где то там А мы начинаем Ему подражать А вот там Вот тот сказал Пророка вакуум Тоже там он говорил Кричал и прочее Мало ли что он говорил Пророка вакуум Ну я же не о вакуум Ну к примеру Пророк говорю Это старообрядческий о вакуум Вот это раскол фильм Какой он был смелый Казалось бы И тем не менее Как кончил Вот и все Поэтому Не надо путать форму И содержание Все должно быть взвешено И нам для этого И есть дар Духа Святого Чтобы уметь все взвешивать Все и правильно И мудро сказать Чтобы человек Там не просто его Как бы против себя Настроить Чтобы он тебе потом И там пику в бок сунул А чтобы он Христа полюбил Чтобы Христос за него пострадал Владимир В книге Откровения Есть такие слова Господь обращается В одной из церквей И говорит ангелу Этому церкви Это епископу Он говорит Вспомни покайся Что ты оставил Первую свою любовь Вспомни покайся Что ты оставил Свою первую любовь Потеряна была первая любовь В это Именно обращаться В одной из церквей В откровении И вот этот стих писания Я вспоминаю Например Это все идет К обличению Все идет Смысл Например Как я раньше Первые разы принимал Обличение Когда я только обратился Там вот я жил Когда на Урале Братья меня обличали Я всегда кланялся В ноги Просил прощения У них Я осознал Что да Они правы И так далее Никогда никакой Беды не было Я потом расскажу К чему это веду Потом я начал С Игнатьевом На чем жить Почему-то Его все обличения Вот с братом Игорем Мы работали вместе Я начал Остремляться Совершенно по-другому У меня внутри Начала копиться обида Хотя я в этом Не сознавался Он говорит Обижаешься Я говорю Нет не обижаюсь А внутри Это сидело Все это Кажется просто Как лицемерие Свои родные Вот И я потом Когда со мной Совершилось падение На Урале Когда я отсюда Сбежал на велосипеде И уехал Вернее не отсюда С потерявки Отсюда я уже На поезде уехал Я начал С самого себя И следовать И молиться И видел Что вся причина В том человеке Которого обличают Я вот одного брата знаю К нему Вот например Игнать Ильич подходит А он его издалека Только видит Ну Игнать Ильич подошел И я обличал Он потом ко мне подходит Говорит Он говорит Такой подошел Говорит Ко мне Я сразу Говорит Почувствовал Говорит Понимаешь И он так его Сразу воспринял Все слова Которые А Игнать Ильич Он еще правильно Обличил Потому что я Я это слышал Он правильно Обличил Но человек Той стороны Он воспринял Совершенно по другому Я к чему веду Что вот Как бы вспомни Пока Что все зависит От твоего Как духовного состояния Если твоя Духовная Если у тебя Связь потеряна с Богом Я считаю Это потеряна с Богом Иначе человек Всякое вразумление Наставление Обличение Принимал Со смирением С духом Кротости Я вот когда Это все осознал Начал молиться Что Господи Дай всякое Вразумление Наставление Обличение Принимайся Со смирением И желание Справиться Все После этого Меня как обрезало Сатана Уже ко мне Доступа не имеет Даже если человек Подошел Накричал Или просто сказал Я уже спокойно Это воспринимаю Потом все Как говорится Обвариваю Обмозговываю И внушил Все Говорится Или он правильно Скал Или неправильно Вот живой пример Скажи Вот Те обличения Которые были Изначально Принимаемы Тобою Как вот С благодарностью И ты кланялся И благодарил Братьев Да А потом Обличения Были другие Они были По форме Разные Да Вот Андрей Смирнягин Я знаю Кто его знает Нет конечно Из братьев Вот характер У него Игнатик Это точно Мы с ним Даже по работе Разошлись Потому что Он как начал Меня там А он Сообразительный Энергичный Такой А я Тюфет Такой Постоянно был У меня потом уже Господь расшевелил Через брата Игоря Расшевелил на работе И так далее Я стал более подвижным И он у меня все рядом Ты че там такой Тебе глупый То есть форма была жесткая Конечно жесткая Но я понимал Что это мои учителя Со временем Если ты молишь И Господь тебе показывает Показывает Что ты в этом нуждаешь В исправлении Не этот человек Который подошел К тебе он нуждается В исправлении Духа кротости А да есть Он может К кротости подошел Но вот ты воспринимаешь Его как врага В общем дело Все от тебя зависит внутри Кто внутри тебя Бог в этот момент действует Или сатана Или настраивает тебя Брат Игорь Я следующий Потом Надежда Васильевна Я хотел еще сказать Брат вовремя вспомнил Пророка Иеремея Об обличении Я вообще Даже думал Что Игнатий Тихонович Начнет с этого Но все как-то пошло По другому Вспомнил твой муж Очень хорошо Что про Иеремея Дело все в том Что Иеремея Он на личности Вообще не переходил Он конкретно Не называл Вот царь Ну говорил потом Про царя А так он просто Говорил в общем Потому что Все впали уже в это Все впали в нечестие И вы вспомните Этот фильм Когда он встал уже Нож уже Горно все поднесли Уже ему за руку Держит уже отец Все давай Приноси жертву Вот там император Вот брат его стоит Улыбается Блудник Вот там и богатеи Стоят хихикают Машны вот такие Никого впереди Нет тут войска Отделили народ От себя И в этот момент Господь ему дает слово И он Дрожащим таким голосом Начинает говорить Он кстати о себе И говорит что Я не смелый Я мал перед тобой И Господь ему говорит Я говорит твое лицо Против них Говорит Против их Львиного лица Сделаю каменным Лицом И никто тебя не прокусит Поэтому Это все Господь Если бы не Господь То и мы бы сейчас тут не сидели Он нам дает смелость Мы какие смелые Перед чем Грех только совершить Мы смелые А так мы трусы И поэтому брат Я тебе хочу сказать Он обличал Пророка Иеремия В общем говорил Про весь народ И теперь Из этого народа Вот теперь говорит Уже Брат Он точно сказал Сам человек Который имеет зло Это как Это Пословица Русская народная На варе шапка горит И вот они теперь начинают Подговаривать царя Царь то совесть имеет Он начинает думать Задумываться А эти вокруг Начинают шушукаться Давай в рот его бросим Давай то Он про них вообще не говорит Конкретно про них То он не говорит Про имена то он не говорит Сердце человеческое Само начинает отзываться И вот эта вот Сожженная совесть Она начинает действовать уже И теперь этого человека Который сказал Истинное слово Надо убрать Убить И все Поэтому Теперь дальше Кто как воспринял Игнать Иванович Просто сказал Что да Батюшка говорит Тут и батюшку надо знать тоже И батюшка всегда это скажет Потому что он Чересчур осторожный До поры до времени А потом он всегда за Когда уже ничего нет Уже один горящий пепел И поэтому Когда сестра сказала А мы вот так сказали И тот стал еще злее Ну во первых Никто и не говорил Что он еще злее стал Может там уже такая злоба Что сатана уже заидует ему Поэтому При чем здесь это-то Разговор-то не об этом идет Вот гляди К примеру Идешь ты и видишь Что Дети балуются Вот там вот Напротив С огнем Со спичками И вот дом должен загореться Ну так ты подойди Отбери у них Эти спички Детей-то наругай Дом-то загорится Так это чужие дети У нас же ювенальная юстиция Меня сейчас накажут Ну давай будем ждать Пока загорится все Обличение Это предварительный Всего лишь предварительный разговор Тут же никто не говорит Что должен подойти Человека Заставить вырвать могилу Взять где-то револьвер И застрелить его Разговор-то идет Всего на все Сказать нормальное слово Которое ты знаешь Как сказать только Потому что тебя Господь положил на сердце Да Вот это самое главное А то что ты Начинаешь сразу Себе придумывать И где ты это берешь Я не понимаю Ну ты берешь это Тебе кто-то дает это Это точно Потому что такое Придумать как там Когда я стоял с книгами Что кто-то тебе что-то сказал И ты меня потом Обличаешь А ты там на людей Ты им там много говоришь такого Откуда Как можно кому-то верить А брату своему Который здесь Которого ты знаешь Не верить Я смотрю сейчас Ты как на этих На что обращаешься И говоришь такие слова Которые из тебя Вообще-то не должны выходить Как злобнее человек стал Да откуда он Мерил Мерил что ли Там его Злобнее он стал Или не злобней Просто батюшка говорит Ты же видишь Какая реакция У человека будет И все Какая реакция А кто знает Какая будет Ты знаешь Какая будет реакция В следующий раз Даже никто не знает На Иеремию Там присутствовали Он говорит Ему дано Это Оргога Дано Дано А мне нет И я не могу Так обличать И не могу Так говорить Я по-другому Делаю А он по-другому Вот такие вот моменты были Но там еще много Другое Говорить не буду А вот я еще Кстати К тому Как вот Игнатия Тихоновича Посадили Уже А он мне сказал Ты будь осторожна Вот с этими С кагабистами Я их называю Кагабесами А то говорит Тебя засадят Мне передачу Мне по-моему Будут носить Ага А они А они что говорят Всю улицу настроили Против А мне высказывают У них так говорит Подпол оборудован Поэтому у них столько людей Приходило С такими бородами Как лопаты Столько много Куда они помещаются На 9 квадратах Они оказываются В подполе Там оборудование у них У них с Америкой связь С Японией С Германией У них там рация целая Ага А мне это говорят Без конца А я соседку Приглашаю ее Кагабесы Без конца Говорит Ты там подойди Подслушай Подсмотри Потом нам передашь Она говорит Сами приходите И делайте А меня не травите Это прекрасные люди Живут И мы с ними В хороших отношениях Я говорю Чтоб тебе тренинг говорили Иди посмотри у меня В подполе Открыла подпол Она посмотрела Там Я говорю Там вот Картошка Хранится А я Я звоню Кагабесы Я говорю Как вы можете Травить людей Против нас До вас В подпол Наш Посади Вы через 2 часа Не выйдете Оттуда Задохнетесь От кошки На этой Нам там Кошки живут И вот такое А потом он приходит Я тоже самое Говорю А потом вспомнила Игнать Ижинский предупреждал Будь осторожен Тебя посадят А он говорит Пойдемте Я вам покажу В какой камере Игнать Тихонов Сидит И как там Белая провода Не одеяло Там так все хорошо У него Я говорю Ну конечно Я говорю Сейчас заманите меня Игнать Подробности Не надо Совсем не об этом Я хотел сказать Володе Начал с откровения Вы думаете Случайно? Нет Он Начитал Откровения С толкованием Он весь горит Еще этим Откровением С толкованием Мы сначала Один файл записали Потом стали За день Два записывать А окончилось Файлов 5 Уже записывает Стал он После каждого Файла Это минут 40 В среднем Я его отсылал В кухне На стол Упасть И поспать Он говорит Ой-ой-ой Как я устаю И чуть Говорит Идва языком Уже шевелю Второе Вот о чем Сказал Николай Польгуев Первый вопрос Всегда нужно Ставить так Стоит Или не стоит Говорить Вот на моем Лиске Майлру Там схватываются Спорят Православные И сектанты А сектанты Трафарет Копируют О чем бы ни разговаривали Они одно и то же Одно и то же Но любой вопрос Одно и то же Тогда Православные Мне говорят Да вы Как Это моя страница Я имею право Его вычеркнуть И его больше не будет Черный список Занесу Ему не зайти больше Я не делаю Так вы что За них Значит Теперь эти долбят Против Против меня уже Та и другая сторона Я молчу Проходит время Успокаиваться Я ни слова Ни разу За все время Не восстал Ни за кого Ни разу А если он не знает Я тогда даю материал Объясняющий На каком соборе Какое правило Копирую и вставляю Сектанты Перепрыгивают И даже Внимание Я такой Большой материал Выставил Ни один Ни слово А продолжает дальше Богородица Мощи Богородица Мощи Не надо Тот Православный Отвечает С глупыми Я не разговариваю Сейчас Скоро Товски Виктором отвечает Отвечать или не отвечать Второе Как отвечать Вот Николай Про это сказал Как Вот тут вопрос Стоит Очень Непростой Приводить ему Местоописание Напомнить ему Что-то из его жизни Что это было Неправильно На чем он может Остановиться А он ни на чем Не остановится У него другая задача И задача поставлена Не человеком Это не просто так Вот почему Ян Златоуст говорит Чтобы Человека обратить А он был Недружественный Нужны Не два Не три А тысячи Талантов Ну вроде бы Это соглашается Но в самом деле Ты должен Психологию Узнать Его домашнее положение И Где-то снизойти Где-то поставить На главное А дальше А крестить Чтобы Не нужно Ни одного таланта Священники сразу Как так Ни одного На какой Скажи Достаточно быть Рукоположенным И незапрещенным Все Больше ничего не надо Пришел В воду Войнаца и сына Святого духа Аминь И все Иди домой Ни одного таланта Не надо И можешь не беседовать А зачем с ним беседовать Там уже Катехизаторы Его обработали Вот так Как Андрей Кураев Говорит Жениться Парень Девушек надо Иди на танцплощадку Познакомься От миссионер По полной программе И женись Так и написано Так и написано От миссионер Весь эфир Подхватил где-то Молодец Ну вот вопрос Я его От миссионера От миссионера Ну это уже Конечно Очень большой опыт Я вижу Что ему Ничто не поможет Его нельзя Трогать Он Он крутанулся Вокруг меня Облавил меня Как вокруг колокольни Говорит Маленькая шапка Ну и что дальше А колокольня Будет стоять А если я отвечаю ему Я даю ему Большой материал Вот сейчас я Показываю Вот я Дал материал А человек Первый раз зашел Так он Не испытывал Оказывается Он Ой как много Вы знаете То другое Вы ответили на мои вопросы Я так расположился К вам А я этого ничего не знал От меня было сокруто Но я дал материал Который не для одного человека Для всех Кто придет На наш пор Вот сейчас последний Посмотри мои вопросы Ответы Вчера вышли Один с бородой Такой С поясом А она Как будто бы Из нашего храма вышли Ну до того Снимки красивые Сняты Отличные фотокамеры И как она Деты стоит И где-то они в двух И сильно понравилось Другой оказывается Давно Книги читает Надежда Васильевна Нина ему Старообрядцы Эти книги дает Он много лет питается И как против Что Я не согласен Андрей Педот Ты сейчас знаете Все это ответил Теперь я объясняю ему А чем вызвано Что вы оказались На другой стороне Поменяли веру Это старообрядцы Из детства Ничего я не менял Я не менял Никогда Никогда И ничего Это одна вера Одна вера православная Только палец прижать Нет Это старообряд И новый А тот и другой А они не апостольские И все Апостольскому Объяснения Нет Ну объясни Поапостольски Нет Так объясни Тоже нет Нет И вот Пространный Большой ответ Вчера спросили Меня про Игнатия Бринчанинова Как вы относитесь Я ответил Это человек Невозрожденный Свыше Тоже После всех его трудов И дворянского происхождения У него все было Близкий царь Друг его Царь Николай I Он военную Там только закончил Чуть-чуть Побыл Ну и дальше Он ушел В монастырь Он до конца Волос своих Был монах А это как раз то Что тормозило Ивангельская проповедь И как я могу быть с ним Ну вот церковь признала Святым Я его признаю и молюсь Все Вопрос снятый Он ничего нового не сказал Он просто жития брал Кратко в виде обрезал Как батюшка Прохова Яна Златоустка У него ничего нету Ну и всю биографию Из Википедии взял И поставил Ничего не добавляю Я не люблю Чужие материалы Вставлять свои А если я чужими пользуюсь Я безостав в кавычки И отделяю так Чтобы между ними Еще и строчки пустые Чтобы это дело Было бидно Вот сегодня один Главное В этом В мейл.ру Сатанисты Я это Да кто главный Все главные Или главные Там Где запятая меняет Все дело Или Тире где Тире где И дал Сейчас посмотрю Какой будет ответ А инымник А другой Просит Я не отвечаю Ему отвечать нельзя Я смотрю Что за этим Вот который Это говорит Сатанисты Почему ему запретили Даже нельзя заходить Туда Меня тоже запрещали Я признал что я не прав Изменился Написал В администрацию И меня опять приняли Форум мой открыли Я материал поставил Не проверив его И они бы пропустили его Если бы не я поставил А тот кто прислал его Сам поставил Я не досмотрел А администрация Просто проглядела А я его поставил Теперь он идет От моего имени Материал Я не прав А там что Что-то было на правительство Да Ясно На правительство И тем более Человек находится В другом государстве Ему там легко говорить А я нахожусь здесь Я просто взял материал Скопировал И себе поставил Я не прав И мне не стыдно сказать Ну что говорят Конец уже нет Да Да Заполнил все Пятый стих закончили Следующее занятие По шестому стиху Ты наверное соскучился Занятиях-то А тебе тоже соскучились Занатич, молимся Давай, молитесь Давайте, давайте Нет, не крылья У меня сила Это была в волосах Ладно Я это вопрос хотел По поводу занятия На дому-то Что-то мы так и не сказали Кто будет где собираться Думать буду Думать А что думать-то Надо собираться Давайте Подумаем Подумать Можно Созвонишься Да и все Все Можно собраться Да у меня можно собраться У меня, брат Ну ладно Потом Это отдельное время Все, кто хочет Приходите к отбору Боже, милости Будь мне грешен Создавь меня, Господи Помилуй меня Вячеславе Согрешил, Господи Прости меня, грешен И помилуй За молитвы святых Отец наш Господи Иисусе Христе Сыне Божий Помилуй нас Аминь Аминь Царю небесный Утешитель Души истины И живезде Сын И вся исполняя Сокровища благих И жизни Подателю Приди И пришли Серия И очисты И отч Ini От всяких Скверных И спаси Блажей Души нашей Святые Божие Святые Крепкие Святые Бессмертные Помилуй Аминь Ця Божие Жори Святые Божие Святые Бессмертные Помилуй Божие Слава Отцу и Сыну И Святому И Святому Всерvet Аминь Пресвятая Троица Помилуй Господи Очи все грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети, исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже и си на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, як у на небеси и на земли. Хлеб наш насущный, дашь нам днесь и остави нам долги наши, якожей мы оставляем блажняком нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое старство, сила и слава во веки. Аминь. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава Тебе наш Бог и Его Авва Отче. Свят, свят, свят Господь Савауф, Вся земля полна славы Его. Аллилуйя. Благодарю Господи за тот день, когда дал веру в Тебя, страх пред Тобой и ожидание суда Божия. Благодарю за день, когда дал мне Святую Библию, указал на толкование святых отцов. Аллилуйя. Пресвятая Госпожа, Богородица, Пресно Дева Мария, Матерь Христа, Бога нашего, спаси нас молитвами Твоими. Аллилуйя. И покроем афором любви Твоей. Благодарю Тебя, Матерь Божия, что услышала молитву, сохранила от падения и сокрушения, предательства, измены, малодушия, уныния и отчаяния. Ангел Христов, хранитель мой святой, моли Бога о мне грешнем. Благодарю Тебя, Ангел. Столько лет Ты хранил душу мою, защищал ее. Не покини в смертный час, когда душа будет разлучаться от тела. И душу мою проведи по мытарствам, веди ее навеки в вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя. Аллилуйя. Иоанн, креститель, притеча Христова, моли Бога о нас. Научи нас, Господи, жители в бедности, имея пропитание и одежду, быть довольным. Аллилуйя. И каждому дару и жилье. И укрепи нас, дабы не страшиться старей начальствующих, и не участвовать в бесплодных делах тьмы, но и обличать. Аллилуйя. Святитель Христов Никол, мирликийский чудотворец, образ крутости воздержания, добрый архипастырь, моли Бога о нам. Благодарю за услышанную молитву о людях и о животных. Умоли Господа Бога послать все необходимое нам для благовестия и путешествия. Но смотри нам место, где мы должны остановиться. И расположи сердце Николая и Виктора к этому делу. Аллилуйя. Святые пророки, молите Бога о нас. Господи, пошли добрых поселенцев селения нашего, любящих Тебя и уставы твои. Господи, Боже наш, слава Тебе, святые пророки. Умолите Господа Бога, да исполни духом пророческим церковь свою, дабы день прихода Твоего, нашего отшествия с земли, не застал нас не готовыми, но вышли навстречу Тебе с горящими светильниками истинной веры и сосудами, полными илея добрых дел, соделанных в Духе Святом с любовью. Аллилуйя. Святый ангел, архангел, хирургим и серапим, все небесные силы, престолу Божию предстоящую, молите Бога о нас. Святые всехвальные апостолы, Первый верховный, Петр и Павел, Евангелисты, Матфей, Марк, Лука и Иоанн, молите Бога о нас. Святые мученики и мученицы, молите Бога о нас. Игнатий, богоносец, поликарм, свинский, усинь, философ, Космай, Адамьян, Андрей, Стратилат, Ерун, мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфим, Некомедийский, Георгий Победоносец, Пантелеймон, сорок святых мучеников, царь Николай, святое царское семейство, Владимир, Иосиф Борис и Глеб, молите Бога о нас. Да укрепит Господь, дабы никто не принял очертания зверя, антихриста, Аллилуйя, учителя церковные, молите Бога о нас. Василий Великий, Григорий Богослов, благодатью сердца каждого верующего в Тебе, Господи, даруй рождения свыше всем и исполнение Духом Святым, дабы жить по заповедям Твоим. Аллилуйя. И о чем мы рассуждали? Когда мы должны собраться здесь? Угодно ли это? Положи на сердце каждому. Аллилуйя. Святые жены и девы, молите Бога о нас. Фекла, первомущинца, Патина, Самарина, Феврония. Вера, Надежда, Львова, Матерь София, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перепетовая, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария, Магдалина, Мария, Египетская, Прискилла, Акила, Андроник, Июня, Киприя, Новостина, молите Бога о нас. Дарует Господь послушание, молчание, целомудрие и стедливость женам и девам и сохрани их от поругания и дару их послушание. Украти непокоревый нрав, Галина, Екатерина, Евгений, Надежды, 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 Светланы, Мария, Раиса, Лариса, Марины, Юлия, Людмила, Аллилуйя. Господи Божий наш, слава Тебе, прими нашу молитву, воздьяния рук, как жертву вечернюю, благоухание приятное перед престолом благодати Твоей. И соедини нашу молитву с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Господи, услыши, прими и исполни молитву всех молящихся о нас во благо нам и прими нашу молитву о всех заповедавших нам молиться о них. Спаси их и помилуй. Аллилуйя. Говори, Господи, Владыка, слушай и ты, слыши, траптывай. Аминь. Спасибо, Христос. Слава Иисусу, Бавару. Спасибо, Господи. Я эту куражку так и не нашел. Так, быстро закрывайте. Что такое?